Новые-новые авторы вливаются в наш альманах. И этот альманах ценен тем, что он не, как вам сказать, он именно планета друзей, где мы познаем авторов, вдруг делимся своими мыслями, своими чувствами. Он не коммерческий, он действительно планета друзей. Поздравляю вас всех! Таким же дипломом награждается Марьянна Сидорова. Лариса Евмина и Маргарита Евмина. Это две сестры, которые пишут свои воспоминания. Лариса, она стихи пишет. Маргарита пишет свои воспоминания о своей жизни в Ялке, о своей работе, о встречах с интересными людьми, с Анной Пугачевой, с Пуговкиным. В общем, многие-многие-многие люди прошли через ее, так сказать, внимание, через ее жизнь. Она работала кем? Я работала и митро-дотелем, и директором ресторана на Турпоезданке, и директором Турпоеза. Есть наш Советский Союз и республики, когда мы ездили по республикам нашим союзным. Имеется в виду Бенгрия, Чехословакия, и прочее, прочее. И много встречалось людей. Но были совершенно замечательные встречи с такими людьми, как, например, автором. Вот сейчас вы скажете. Вы чистите, чем, может, вы знаете, Евгений Викторович. Он совершенно замечательный человек, о котором почему-то никто не пишет, не расскажет. Который автор мемориала Волгограда. Автор советскому солдату в Германии. И самое интересное, произошла встреча с солдатом, с которым он копировал, делал этот постамент, который в Германии. А потом с ним самим. Это все в альмонахе описано. Очень много людей. Пожалуйста, прошу прощения. Это Вячеслав Геннезар. Ларисе передал свою последнюю книгу. Подойди, а тебе картинку. А тебе картинку. Вот. Градьяна Турпина. О, прекрасно. Спасибо. Награждается Евгений Красков. Кто это? Вот Евгений Красков пришел недавно к нам. Но он в альмонах ворвался. У него действительно стихи, поэзия. Поэзия наша, близка к нашему духу, к нам, особенно мне. Откуда он прочитает? Сейчас я вам скажу. Я вам скажу. Ван Марксова себе скажет. Добрый день еще раз, дорогие соратники, соучастники литературного творчества. Я местный житель, абориген. Учился безобразно. Получал двойки и по литературе особенно. Но мой учитель, Игорь Гарьевич, которого, может быть, многие знают. Я что знаю. Гордился мной и частенько ставил двойную оценку 5-2. 5 за мысли, 2 за исполнение. Спустя годы работал в этом же самом культурном центре. Читал 2 года лекции по современному этикету здесь, в этих стенах. Внезапно, в 60 лет, с небольшим уже сейчас, стал писать стихи к большой неожиданности. Но так как поэт живет в двух мирах, в миру реальном и в миру грез, в поэтическом мире, он живет, получается, в сумеречной зоне. И вот однажды, совсем недавно, я написал стихотворение, которое я вам прочту, называется «Сумерки». Есть час один, он длится как мгновение, Когда еще на улицах светло, Но день уже не ищет продолжения, Как будто его время истекло. Еще над парком тичьи голоса, Еще в обеях томная проклада, Но не звенят уже от солнца небеса, Другая настает у дня услада. Предвечером, когда заката луч, Коснется пламенным узором наших лиц, И день проходит веселой туч, Как день исчезнет от твоих ресниц, То сумередь пора в волшебный час, Он длится лишь мгновение, как дыхание, И пробуждает, предвкушая в нас, Надежды вожделенного свидания. Эти мгновения взору не видны, Лишь только тот, Лишь только кто влюблен, Или поэт, Лишь к ним одним они обращены, Или кто в жизни истинный эстет. Волшебный миг, Как круг прикосновения, Как обещание встречи впереди, Как радость нежданной предвкушением, Твои слова не тихо подожди.